Добрый вечер! Я с вами Вячеслав Котляров. Здравствуйте, слушатели, зрители. Рад вас всех видеть, слышать. Чистку я вам скажу, надо делать по Михаилу Велеру. Знаете такой есть Михаил Велер? Я когда-то 20 лет назад прочитал его книгу «Приключения Майора Звягина» и в буквальном смысле чуть с ума не сошел от счастья. Человек дает такие полезные советы в этой книге. И вот там чистка хорошо показана, как можно вывести все из организма. Все шлаки, токсины и так далее. Приключения Майора Звягина. Это дорогого стоит. А по поводу спортсменов современных эталон. Вот посмотрите фильм «Подвиги Геракла» американский. По-моему, с 60-го года. Так тот атлет по сравнению с современными пацан. Ну тогда это было очень круто. Сейчас я посмотрю. «Подвиги Геракла» не смотрели? Я его в лет 7, по-моему, смотрел. «Подвиги Геракла». Это тогда самый сильный, короче, в то время культурист мира играл главной роли. «Подвиги Геракла» не смотрели. «Подвиги Геракла» не смотрели. Не-не, это ты имеешь в виду уже более современные... Это, как я называю, а-ля 90-е. Это этот... «Маркс Борсо» или «Собра». Как же что, я уже забыл это. «Собра» и «Собра». Да, «Собра», да. Нет, это, извини меня, это 20 лет назад. А я говорю за фильм, которому уже 40 или 50 лет. Ой, а кого там машина ездит? «Это я, извиняюсь. Я на велосипеде на работе ездил». А, здорово, вот... Чат здесь. А, тогда ты чат не прочитаешь, тогда я быстро для тебя прочитаю. «Подвиги Геракла» итальянский фильм 58-го года. 58-го, мужики. Рекомендую. О, что есть. Да, это... А, это я в делке не там. Ну, там-то, да, по тем временам это считалось самый... Самый, ну, как... Накачанный человек планеты, так сказать, да? Так, Вячеслав, а как ты на Луну это летал? Пожека расскажи. Ну, во-первых, я там всего лишь один был раз, и понятно, что не в физическом теле. И это происходило, скажем так, по нашим меркам земным, я здесь отсутствовал всего, ну, наверное, 3-5 минут. Ну, там, наверное, шарился, наверное, больше часа. Там время по-другому шло, потому что у сущности свое время. Вот. Ну, во-первых, там наших залетных людей шарятся. Ну, я, как и говорю, их легко узнать, потому что и землянин, он всегда ходит, озирается по сторонам, ему все любопытно. А коренные жители, они идут по коридору, им по барабану. Как и землянам, так и коренным жителям. Они, в основном, им выдают, вот сейчас пытаются современные ученые сделать этот, как его, то ли экзоскелет, или как он называется. Ну, короче, чтобы перенести интеллект в этот, в машину, да, в робота. А там это вполне нормально, то есть ты меняешь одежду, одеваешь эту хрень. Ну, новичкам таким, как землянам, ты сам не одеваешь, помогают в нее каким-то образом. И ты, как бы, это, ходишь, бродишь, то есть видишь эти руки, короче, а они, знаете, на что больше напоминают, как вот в Звездных Войнах, короче. Ну, шлем по-другому, правда, выглядит, а вот весь низ, вот такой же, как в Звездных Войнах, очень сильно похож, это белый. Но шлем, вот, кстати, вот, был момент, когда я сидел за столом, мне лица беседников не удалось разглядеть, потому что он был, как я называю, я в своем ролике это не рассказывал, чайпитие. Свет был посажен так, что я только начинал их видеть, начиная с шеи. И у меня спрашивают, о чем ты говорил, я говорю, я ничего не говорил, я не знаю, что я сидел, вот, но какую-то информацию получил. Бесед не было, как я говорю, если с вами начинают разговаривать, значит это темные. Светлые с вами никогда не будут разговаривать. Почему? Светлые, более правильные каноны нашего мироздания. Они считают, что они не имеют права вмешиваться глобально в курс происходящего. И в ряде исключений это очень хорошо показано в польском старом фильме, который называется «Трудно быть богом». Вот там вот хорошо показано, как жители Луны относятся к нам, и почему им трудно входить с нами в контакт, и почему нельзя. «Трудно быть богом». «Трудно быть богом». «Трудно быть богом». «Польский фильм». «Братья Стругацкие». «Совершенно верно». «Пустой книгу, потом тебе это приснилось, и все». «Нет». «Нет, кстати, я книги узнал». Я вот на самом деле, у меня есть такая мулька, я делаю ход конем, когда вот, ну, как бы, те люди, которые меня давно знают, там, по 20 лет, они слушают, они не прикалываются, не удивляются. А для новых людей, я, если чувствую, что-то пошло не так, я сразу говорю, так, ребята, это мне все приснилось, не волнуемся, Слава, полностью это, ни под какой, и сейчас тоже, я на своих ресурсах, ни под какими допингами, то есть абсолютно трезвый, нормальный. Если захожу в тупик, я говорю, все, все, приснилось, приснилось, не волнуйтесь, это я фантазер. «Ну, мне так легче, потому что, когда люди начинают потихоньку, как бы, ну, как это сказать, докапываться, то мне лучше это сказать, не-не, фантазия. Ну, а я же говорю, а как будет...» «Я тоже, я так же поступаю, когда ко мне начинают докапываться, там, в плане, почему не бьешь, почему не ешь мясо, это всегда сектант, сектант». «Сектант, во-во-во-во-во-во-во-во-во-во-во». «Объяснять бесполезно, на самом деле, люди, которые к этому не пришли еще». «Евгений, просто все объясняется моими знаниями, я понимаю, что для тебя они, эти знания, не представляют никакой ценности, но судя по почте, которая мне приходит, и по звонкам, которые идут на мобильный телефон, и в скайп, тысячи, оказывается, уже людей, для них то, что я сообщил, это не научная фантастика, а истинное положение вещей. Вот я без привлечения говорю, тысячи уже людей, поэтому мне им доказывать ничего не нужно, и для них те знания, которые я получил, их невозможно получить ни в земной библиотеке, ни учителя никакие земные не обладают. Даже вообще, даже если бы это была фантастика, ну кто до меня говорил про... «Фотки, видео уже прислали». «Фотки, видео?» «Фотки, видео чего?» «Всёчек». «Всёчек». «А, ну мне не прислали, они есть, это как у меня, это, спрашивают, говорит, «Всёчек, в студию, в чат, давай». «Не, не, не, мне, конечно, никто не прислал, это у меня спрашивают, а ты скажи, ты их как видел?» Вот докапываются. «Ну, есть?» «Я говорю, есть, конечно». «Ты их видел, да, их видел?» «Расскажи, как?» «Я говорю, просто есть чудики, говорю, когда я просто иду в магазин за хлебом, останавливается машина, открывается окно, весело улыбающееся какое-то лицо высовывается, показывает, ну типа назовём планшета, на котором идёт изображение, подмаркивают глазом и уезжают. Причём, кстати, прохожие могут его не видеть, я абсолютно адекватный, не знаю, как можете проверить, вообще можете. Вот это, то есть, подмаркнул и поехал». «Как вы считаете, как вы вышли вот на этот уровень, что вы можете вот видеть на этих, я не знаю, вибрациях, вот то, чего не видят другие? Как к этому прийти человеку, который, как сказать, стремится к этому?» Ну, я в последнем ролике многим, говорят, цельнослава, агрессивно выступил. Я вообще специально, если вы обратили внимание, у меня каждый ролик разнится. В одном я грустный, в другом весёлый, в третьем там злой, в четвёртом равнодушный. То есть, сознательно веду себя как актёр, чтобы не быть как большинство, ну, назовём их блогеры, лекторы, которые в одной монотонности. «Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу». Вы сравните любых лекторов, они как бы всегда в одной и той же стезе и паре. Я всегда разный в своих, скажем, повествованиях. А как к этому прийти? Я всегда говорю, что насильно бутон розы или там тюльпана нельзя раскрывать, он погибнет. Пускай он своим чередом. Я лично ни к чему это не прилагал. Может, это не избранность, а наоборот, вот как говорят, дар, он же дар и наказание. Может, это сбой в программе произошёл. Может, это вообще не было запланировано. У меня вот в основном что-то девушки это присылают. Вопрос, а как, если тёмные следят, как же просочились? Ну, не уследили. Они сами и офигели, бужики. Ну, не уследили. Хотя контроль жёсткий идёт, чтобы такое не всплывало. Ну, вот я прострелил. Прострелил. А к Луне светлый или тёмный? Или чё-чё-чё? Светлый. Так там вообще это южно-этот, железнодорожный вокзал. Там постоянно миграция идёт. Прилетают это, к Луне подлетают, назовём их условно, маленькие арки. Туда высаживаются, есть люди, допустим, в этих экзоскелетах сущности. Экзоскелет идёт на склад, а сущность уже выбирает себе это. Дети Индиго скоро будут... Узнаете, когда лет через уже 8, максимум 15, колоссальное количество детей Индиго будет появляться. Сейчас идёт очень плодотворное заселение с других ячеек сущностей. И эти сущности на порядок выше наших, которых коренных жителей. И детей Индиго... ...задеваются тогда. Наши, либо, как я говорю, зависают в предбаннике, и за грехи тяжкие проходят чистилища, душу чуть-чуть почистили. Ну, сущность, точнее, не душу, это две разные вещи. Либо из-за того, что нам, ну, как бы здесь, это... Скажем, подходящего скафандра нету, то есть это равносильно. Вот знаете, вот представьте, вы голяком кидаетесь в гардероб, чтобы выйти на улицу, а там только женское платье. И вы такие, да не-не-не, я лучше дома посижу, что я больной в женском платье. Вот точно так же и у вас будет, когда ваша сущность окажется между небом и землёй, и будут подходящие тела только негров и китайцев, или каких-нибудь там филиппинцев, эскимосов. Вы скажете, не-не-не-не-не, пускай сейчас это... Я лучше посижу, подожду, когда наши родственники на земле победят, начнут размножаться. А мы... вот. Некоторых спрашивают, некоторых, как говорится, не спрашивают. И посмотрите фильм «Синяя птица», там очень схематично показано, как происходит получение, попадание сущности в наш мир. Я не знаю, чего никто внимания не обращает, там, кстати, вот такой вольной стилизации показано, как мы в этот мир приходим. Знаете, где мы? В царстве будущего. Все эти дети ещё не живут. Они только ждут часа своего рождения. Фильм 76-го года, называется «Синяя птица». Фильм уникальнейший тем, что там созвездия актёров, как и советских, так и американских. Вдумайтесь, в ролях Элизабет Тейлор и Георгий Витцин. И они вдвоём в фильме общаются. Это фильм уже шедевр по актёрскому составу. Вот ссылку скидывал, там, короче, какой-то парень Асгард говорит, он говорит, там наш... Понятно, говорит, на виноградину, говорит, похоже. Так правильно он говорит. Я когда этот сайт увидел, думаю, вот, ну, наконец-то, слава богам, слава предкам. Оказывается, есть люди, которые правильно говорят это. Ой, ну как это вот тяжело в голове. Ну, давайте вот для человека, который маленький, который живёт, ну, трясёт. И мы на самом деле даже не пчёлы. Мы их продукт, мы мёд. Вот, а это говно, что к нам прилетело, это дёготь. Вот знаете, как в бочку мёда ложку дёгтя. Вот она запачкали. Так вот, для нас со стороны, хоть круть верь, хоть верь круть. Вы даже на кожу свою посмотрите. Вот я вот, если пойдёт в записи, она тоже сотовая. Вот просто посмотрите, даже невооружённым глазом. Вот ладонь возьмите, там, или запястье, там, я не знаю. Это ж всё сотами, грубо говоря, испещрено. Не, ну ты за сот, погоди. А, да-да-да. Во-первых, не за сот. Сот, ты знаешь, это из... А, виноградина, ну правильно. Не, бактерия, она шестиугольная. Это там, она как бы вот природа, она как бы шестиугольная. Ты, конечно, это я верю, короче. Снижинка бывает, наверное. Ну, снижинка это та же, считай, сота. Ну ладно, слушаю, да. Так, ещё, мы послушаем. Смотри, то есть между ячейками какой-то, саппортал, да, между ячейками? Их четыре, четыре, Жень, четыре вида прохода между ячейками есть. Смотри, горизонтальные и вертикальные? Нет, подо льдом, на подводных лодках, потом пешком на санях, на собаках или на машине до, назовём условно, лифтовых дверей, потом на воздухом, типа на космических кораблях, через купол, там тоже есть шахты. И самый сложный, который временно запечатан, это пирамиды, порталы. То есть, чтобы никто отсюда не вышел, сюда не проник, наши пирамиды вот эти... Ступа, на хрена, кому-то, зачем запечатали? Ну, для чего? Ну, во-первых, чтобы более другие сущности коварные не проникли и заражённые не убежали в другие ячейки. Мы на карантине сейчас. Вот то, что я сейчас вам скажу, ну, непостижимые вещи, да, но буду говорить, потому что вы должны это тоже знать. Вы, наверное, слышали про базу 211, германскую базу в Антарктиде. Многие про это читали. Вот, что начиная с 1936 года туда пошли тяжёлые подводные лодки, гружёные непонятно чем, люди уходили туда и не возвращались. Что этот адмирал Деннис сказал, что мои подводники обнаружили земной рай. Вот что это? Сам потом Деннис отказался от этих слов. Тайна остаётся до сих пор такая, что мы практически о ней ничего не знаем. Почему такая тайна? Да потому что спиртслужбы, все спиртслужбы планеты стараются не сказать вот это. То есть они уводят человечество куда угодно, только вот, чтобы люди не знали, а что же произошло. И вообще, что это за база? Что за новая Швабия? Германская колония в Антарктиде. И почему она? И где она там? Вопрос-то такой, понимаете? Вопрос серьёзный. А чё, мы заражённые? Да шо? Ничего себе, мы настолько сильно заражённые, что мы даже не знаем, что рядом соты есть и другие миры. Ну, знаем, не знаем, но мы чувствуем себя нормально. Да ну, да ну. У нас мозг работает на 3% всего. Да, да. Погоди, а есть ещё, я хотел спросить, вот есть «Роза мира» такая вот книжка, Андреев написал. Там он утверждал, что вот есть «Под нами миры». Так я, правильно, а я же рассказываю в ролике, что это так и есть. Вы же смотрели ролик с Ологудманом мы делали. То есть соты идут слоями, то есть вверху миры и под нами миры. Всё правильно. Я хотел спросить, вот там уже рассказывается, что там какие-то две суперцивилизации борются друг с другом. Ну, короче, демоны и ангелы типа. Там чё-то есть там? Да их, во-первых, не две, их десятки. И есть ещё, есть такие засранцы, я их называю, они вообще нейтральную позицию занимают. Вот в нашей соте есть кавачи. Им вообще по барабану. Они ни за белых, ни за красных, ни за чёрных, ни за зелёных. Они по тем... У них, у кавачи, они это... Ну, если на современный язык перевести, это, ну, наверное, терминатор, да? То есть, ну, нет, он больше, наверное, киборг, наверное. Не терминатор, а киборг. Вот они занимаются исключительно тем, что у них задача нашу ячейку полностью превратить в водяную гладь. Вот сейчас Америка, как я уже не раз говорил, треугольной формы, вниз уходит пирамидальной. То есть, она скоро пойдёт на дно, это я вам гарантирую. Как пошла Лемурия, Пацифида, Даария, вот, что там ещё, Атлантида. Америка, как она вниз пойдёт? Она на плите находится. Ну, вот они копают, а чё им... У них, знаешь, какие технологии? У них один, я, бывший шахтёр, вам расскажу анекдот, анекдот из жизни. Мне дали задание поехать на склад и получить 12 зубов для карьерного экскалатора. И говорят, это, с тобой поедет там погрузчик, короче, закидаешь эти зубья, короче. Ну, я их никогда не видел. И экскалатора карьерного тоже никогда не видел. Приезжаем мы на склад. Ну, склад, это, оказывается, большая мусорка, металлолома. Я спрашиваю, не помню парня, как звали, а говорю, где зубья? Ну, я, знаете, представлял как. Ну, там, зуб, там, думаю, ну, там, такой, там, ну, сколько, 30 сантиметров, там, карьерный, может, 50. Я когда, мне он показал этот зуб, зуб весит под 100 килограмм, метр двадцать у него высота, я когда потом этот карьерный экскадар, так это люди делают, это люди делают, это рядом с ним БелАЗ стоит, это маленькая лилипутная машинка. Да, и провод такой идет, там, мне сказали, не помню, то ли 6 тысяч вольт подпитка, врать не буду, ну, короче, там махина такая. Короче, мы все зараженные, нас это самые другие, не самые заседанные. Да, всех, а нас всех. Сорвут, схавают. Не, погоди, не так. Не так. Дети Индиго заселяют, означает, что мы тут проигрываем по полной, вам помощь, дети Индиго. Знаете, как, совершенно верно, как в картах, новую карту, новую карту. Кстати, смотрел на Ютубе Дети Индиго, они все как один утверждают, причем так, знаешь, прям, вот, как будто право. Че, а че они утверждают? Ну, они говорят, что учены, ну, вселенского разума, да, а есть такие люди плохие, они, короче, эту связь обрубают и делают у каждого мир замкнутый, как будто он один во всем мире, вот один, а остальных, как будто только один мирок. Они, короче, обрубают, знаешь, так, как будто мы не общество, а только вот каждая собственная личность, эгоистами делают. Вот, вот эти плохие люди, короче, они связь с космосом обрубают, а у детей Индиго как бы связь напрямую, они все понимают, вычерпают. Ну, как через родничок, как там. Они, они, кто они? Ну, хоть раз, кто они, да. Это вот они, да. Типичным представителям, то есть, когда, знаете, когда Вундеркинд, ему 10 лет, и он начинает выдавать такие вещи, люди удивляются, а когда человек в 40 лет выдает такие вещи, никого не удивляет это, потому что взрослый человек, поэтому, как бы, по умолчанию, так уж вышло. А Лангун тоже Индиго. Ага. Ладно. Индиго, не Индиго. Ну, что делать теперь? Кто это скажет? Вот товарищ есть, он мне одну идею подкинул перевести фильм. Сейчас мне такие хорошие люди пишут, чтобы фильм на другие языки перевести. Ну, дай бог, чтобы у них получилось. Заказали сейчас на типографии, короче, бумажки, на которых написана будет сотовая земля, перезагрузка. Сейчас, как там текст я написал. Ну, короче, бесплатно смотреть, там, на ютубе, бесплатно. Мы планируем с Сашей ходить по подъездам и расклеивать эти бумаги, как я 20 лет назад, когда баллотировался в местный совет, я был доверенным лицом кандидата в Верховный Совет Украины, вот, а потом сам, ну, как бы, тоже ходил по подъездам, клеил бумажки. Я тогда работал на Харьковском тракторном заводе и получал 300 тысяч купонов в месяц. Ну, это можно было купить килограмм вареной колбасы. А когда пошел к этому депутату работать, он мне эти деньги платил за 2-3 дня. Мы тогда с товарищами подтянули всех своих друзей, короче, мы вот это занимались, клеили вот эти бумажки. И я вот назад в будущее буду сейчас. И я вот ролик хочу снять для людей, те, кто проснувшись, а хотят помочь. Это вот с такого можно начинать. Ага, понятно. То есть, кто из депутатов? Какой депутат? Пускай это бы примитивно звучит, но, как я говорю, если мы... В планах же создать компьютерную игру, причем это окажется уже не хихоньки-хахоньки. Майнкрафт? Да, я вообще, как бы, это ж... Не Майнкрафт, но и элементы Майнкрафта тоже будут. Вот эти все знания туда запульнуть, вот. В теории есть хороший движок в Майнкрафте, если надо, бери, там, в технику, в реальность создавать, там, знания заливать, там, вопрос. Ну, вы знаете, вот, я не знаю, насколько мы потянем, я хочу создать вообще игру. Я для примера приведу... Знаете, какая игра, на мой взгляд, это вот ААА класса? The Elder Scroll Online. Вот это, это типичные представители 3А. Только вот в такой форме. Визуальная картинка беспо... Да, 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 слушай, Жень. Да я ничего не понимаю. Не, я вам понимаю. Это... Ну, понятно, в общем, если хочешь сделать... Смысл в том, что надо просыпаться. Ну, поймите, у нас 100 лет назад было миллиард вот таких белорозовых, а 200 лет назад до ядерной войны вообще было несколько миллиардов. Оставят через 100 лет нас тысячу для чего? Мы очень ценный генномодифицированный продукт. То есть белорозовых людей генетика, она, она фактически панацея от многого всего. На рассаду оставят, чтобы питаться и в буквальном смысле, и для пересадки органов, и для других, для других целей, скажем так. Ну, если наоборот происходит, это может быть смертельно, а вот в обратную сторону более эффективней. Еще сейчас в двух словах скажу, что фишка, для чего мы должны действовать. Вот сейчас наши предки тоже висят. Я это утрированно называю висят, потому что, ну, скажем, пускай будут висеть на нашей орбите и смотрят, как мы тут будем дальше выживать. Потому что они хотят селиться, и потом мы точно так же будем висеть на этой орбите и ждать подходящего тела. Ну, счастливчики, конечно, будут отправлены в другие соты. Некоторые будут добровольно оставлены здесь, чтобы попытаться опять сдвинуться с мертвой точки. Ну, как Радамир в свое время. Он же добровольно это остался. Ну, он же Иисус Христос. Хотя он мог спокойно это... Ну, вы знаете, в раю тоже скучно. Через какое-то время каждый из нас был, так называемый, раю. Что такое рай? Это идеи ячейки, где, скажем так, там даже домов не строят. То есть люди живут под открытым небом, пытаются продуктами. Но через какое-то время нашей сущности там становится скучно. Тем, кому пришлось весь век трудиться, отдохнуть не вредно. Но порой в райском сне работа снова снится. И он начинает сущность искать подходящих себе родителей, подходящее тело. На самом деле мы, родители, выбираем, чтобы вселиться потом в сущность и пройти определенный жизненный опыт. Сознательно. А магия есть? А любая высокая технология – это магия. Приди в каменный... в джунгли Амазонии, чиркни зажигалка и перепуганный индеец закричит шаман. Любое то, что для нас непонятно, это уже по умолчанию магия. А на самом деле это просто высокие технологии. Не больше и не меньше. Так как наши предки были деградированы очень сильно на разных этапах. И сказители не могли им объяснить, что такое ноутбук, что такое смартфон, что такое самолет, что такое компакт-диск. Они рассказывали, что железные птицы, железные книги – это ноутбуки, грамоты серебряные – это компакт-диски. Яблочко по тарелочке катится, показывают. Ну это там типа смартфона. Клубок – это обыкновенный навигатор. GPS, да? Вот послушайте, многие меня потом благодарят, кто внимательно послушал летописи страны Ариев, отпадает 80% вопросов. Там подробно рассказывается, как в нашу ячейку прилетали, как Луна тройна, как на Луне прилетали, как наши предки здесь выживали, как воевали. Что-то летописи такие, летописи, какой я не помню. Сейчас, можешь, чтиво, а можешь, я тебе могу сейчас аудио-авариант найти. Может, откуда есть точка, какой-то? Ты можешь сказать, да, ты можешь сказать, то, что могли придумать, типа, сказку. Сейчас я тебе скажу. Такое вот, темные вообще не умеют ничего придумать. Я вам скажу сразу, испоганили, потому что там в начале книги два персонажа, светлые и темные, встречаются и начинают общаться. И написано в этой книге, что, а когда-то они были брат и сестра. Даже сущность имеет пол. И крайне редко бывает, когда сущность мужская попадает в женскую. Поэтому там многое искажено. Вот я вам... Левошок говорил, что наоборот, пол меняют и расы меняют, и все нормально. Левошок что-то... Нет, 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 нет. Он, если учитывать то, что он про сотовую землю не знал, то он много в чем заблуждался. Он, находясь его сильная сущность в физическом теле, допускала, как и ряд ошибок. У меня тут тоже сегодня человек за это спросил. Я говорю, Левошок не противоречил. Он просто в последнем своем выступлении, говорю, на любой вопрос 200 вариантов ответа, и все они будут правильные. То есть, как ты сейчас озвучил, и так бывает тоже. Абсолютно и так бывает. Просто у него было что? В той жизни я был очутчик. Да, да, эскимоской. А там к могиле подошла, там написано Вячеслав. Помнишь, как он это? Не могла выговорить. Это знаешь, почему так получается? Вот, к примеру, жил белорозовый человек. Что-то ему в голову сбрело негров линчевать. Бил, избивал, измывался над ними. А небесная канцелярия, ага, негров, истязайся над ними. Пожалуйста, попадешь, теперь в сущность тебя засунут, негра, почувствуешь. Вот все китайцы, основная масса китайцев, вообще в следующих жизнях будут кошками. Потому что эти живодеры в буквальном смысле, вот шубы делают, привозят тысячи кошек, и они считают, чтобы шкурка была в лучшем виде. Они с бедного животного живьем шкуру сдирают. И кем они будут? Они будут постоянно в следующих реинкарнациях вот этими кошками, чтобы пройти вот этот ужас, который они... И вот это же мировое правительство, как хитро сделало. Она для китайцев в свое время внесла закон. В семье один ребенок. Потом, чтобы был один ребенок и всегда мальчик, они внесли законы специальные, что у китайцев нету пенсии, и содержать должен только сын своих пожилых родителей. Поэтому, когда видели, что рождается девочка, девочку убивали, ждали, пока мальчик появится. За последние 20 лет в Китае появилось мужиков более 5 миллионов, которые не обеспечены женщинами. И сейчас они... А, ой, да-да-да-да, спасибо-спасибо. И сейчас они смотрят, как вы думаете, куда? На север, где есть женщины белые. Правильно, правильно, правильно. Будут просто одежку нам пачкать. Государство, там, Китая платит деньги за то, что если китаец возьмет жену русскую, и русская, вам, китайца, там, 2 миллиона рублей... Отличный пример, я про него забыл. Да-да-да-да-да-да. Там всего не хватит на всех. Там население маленькое. Там почти нету женщин. Ну, несколько миллионов. Нет, почти нету. Ну, там всего 8 миллионов за лало. А у нас 2 раза больше женщин за лучше. То есть, чего ты это взял? Кто тебе это сказал? Он проназвучил. Почему? Это не чушь. Это пробел. Это про... Я говорю, там, сначала женщин меньше, чем мужчин. Один и один одному. Потом женщин, вот, с возрастом, в 4 раза больше, в 10 раз больше. Ну, если 70 лет, то, да, в 10 раз больше, там. Ну, 70 лет, извини меня, это не женщины. И в 50 лет, то, что вы не женщины. Так что, в 100 раз, это женщины. Ну, я тебе говорю, вот, просто в некоторых городах, вот, тебе реально, там, 100 человек с улицы собрали и спрашивают, вот, кто не замужем, поднимите руки. Из 5 человек 33 руки вверх девушек. Ну, они как-то вывезли девушку. Нет, нет. Сейчас дети вверх. Жень, ну, это правда. Ну, мужики меньше живут. А потом парней спрашивают, кто ищет девушку, кто без пары, короче. Один руку поднял, да и то 22 года. Ну, что, даже забрать. То есть, это реально стоит, что-то. Понятно, что она жила, там, мужиков нескольких, развелась, там, 5-5 лет. Понятно, что она, блядь, без этого будет. Ну, и что теперь? Это так, так, жизненно. Ах ты какой! А вы знаете, есть сайт, на котором написано 7 миллиардов, и там написано, сколько прирост и сколько убывания. И у меня друг, говорит, ты вечно чушь всякую рассказываешь людям. Ну, сейчас он же так не говорит, сейчас он мой соратник. Говорит, вот, на этом сайте показано, сколько рождается и сколько умирает. Я говорю, интересно, говорю, все по секундам расписано, да, все по секундам. Я говорю, а ты понимаешь, Слава, что вот идут войны, горячие точки, и каким образом они смертность этот сайт фиксируют? Когда упала бомба, и руки-ноги поотрывало сразу нескольким сотям, как этот сайт фиксирует? И он так почесал репу, говорит, да, говорит, а тут же что-то нету и таких смертей. Только учитывается, якобы, которые в больницах, там легко, да? Ну, ты считаешь 7 миллиардов или менее? Нет, 3, 3, 3, 3 миллиарда, а нас, белорозовых, 200 миллионов, все. Как ты посчитал с 3 миллиарды? Ты считал лично? Это называется мегаинтуиция. Я готовлю аргументы, может, они глупые, я всегда буду у людей спрашивать. Вот представляете, человек от рождения один слепой, и ты встречайся с ним, попробуй объясни ему, как зеленая трава выглядит. А я попробую ему объяснить, что ты делаешь для того, чтобы смотреть, или что ты делаешь для того, чтобы думать. Так вот, я пытаюсь объяснить, что просто в силу каких-то обстоятельств я иногда просто больше вижу на определенных этапах, и для этого ничего не делаю. А с вами был Вячеслав Котляров. Спасибо, что слушали. Благодарю за внимание. Продолжение следует...